Сегодня, друзья, мы с вами найдем очень-очень крутой сет легкой брони, плюс такое же крутое оружие и секрет по перкам, по правильным расположениям перкам для данного сета. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Гэт. Поехали! Друзья, перед началом хочу порекомендовать вам свой плейлист Клуб Творчества Skyrim, потому что очень-очень-очень часто ребята спрашивают меня за то или иное оружие, я пользуюсь в своих записях в основном только моды с Клуба Творчества. Зайдите, зацените и ставьте лайк. Ну что, друзья, мы сможем, вы сможете получить данный сет только на острове Солцхейм, если у вас установлено дополнение Dragon Board или просто у вас приобретена версия Skyrim Special Edition. Я показываю на Special Edition. Ну что, ваш герой должен прокачаться до, это важно, 36 уровня. Только тогда, на фоне этому сынок Ванюша, только тогда вы сможете зайти в Вороневское Левхрам и здесь внизу, поворачиваем направо и вот, и вот эта книга Печать Смерти. Печать Смерти. Рассказ пирата. Я очень рекомендую вам прочитать эту книгу в режиме паузы для тех, кто еще не читал. Ребята, очень-очень рекомендую. Как только вы закончили читать, у вас активируется квест и появится маркер на карте. Ну что ж, поехали. Данный маркер приводит на Скотмели Хакнира. И здесь... Здесь мы уже видим, что есть враги. Ребята, привет. Ого! Почти. Почти все, что умеем. Конечно. Еще кто-то. Еще пиратик. О, черт. Как же быстро. Это пираты, друзья. Это пираты и нам нужен главарь пиратов. У него мы найдем карту сокровищ Печати Смерти. Вот эти вот крестики нам и нужны. Здесь мы найдем сундуки и в каждом из сундуков будет кое-что ценное. И обязательно, что нам нужно. Как видим, первый сундук мы сейчас и найдем в этом же месте. Стоп. Дайте заберу карту. Где-то здесь... Ага. Вот. Вот они отрыли. Если вы сюда придете ранее, то этого сундука, друзья, не будет. Помните это. Ну что ж. Отмычки обязательны. Потому что так просто не открыть. И здесь мы находим первый артефакт. Печать. Шлем Печати Смерти. Водное дыхание. Вы можете дышать под водой сколько хотите. И уникальный модификатор. Плюс 100 к броне приношения полного комплекта доспехов Печати Смерти. Плюс 100, друзья, это нифига себе. Сам доспех, головной доспех 75. 75 забираем и давайте искать следующее. Немного дальше пещеры Щетина Спин мы найдем и следующий. Второй сундук. Вот он, друзья. Тут его охраняют всего лишь немножечко крабиков. Оно разбежались. Крабовые палочки. И вот он. Закрыт он всего лишь на адепта. Ломаем. И получаем перчатки. Перчатки Печати Смерти. Также с уникальным модификатором. Если вы используете оружие в обоих руках, в обоих, ваши удары наносят на 10% больше урона. За каждый надетый на вас предмет из комплекта Печати Смерти. За каждый, за каждый, вы представляете? Всего их 4 на 40. На 40%! На 40%, друзья, улучшается мощность оружия, которое будет у нас в обоих руках. Забираем и идем к следующему сокровищу. Следующий сундук вы находите недалеко от Кургана Бладскал. Кстати, далеко от Вороньи Скалы. Вот здесь. Вот он, вот он наш заветный сундук. И здесь, здесь мы получаем броню. Увеличивают запас сил на 15 единиц за каждый надетый на вас предмет из комплекта Печати Смерти. Ого! Плюс 15 единиц за каждый надетый, понимаете, запас сил. Это получается 30, 60, плюс 60, плюс 60 за сет. И доспех 138, не улучшенный. Их можно еще улучшить. И последний сундук вы найдете недалеко от Тель Митрина. Ой, бедные ребятки. Так они отрыли его, но взломать не смогли. Тут будет очень много порождения пепла. Наверное, они их и убили. Сапоги, сапоги Печати Смерти. Увеличивают максимум переносимого веса на 10 за каждый надетый на вас предмет из комплекта Печати Смерти. Это получается на 40. На 40, друзья! Забираем и ключ от кургана Гильденхол. Как только вы его забираете, то нам нужно отправиться вот на этот маленький островок. Курган Гильденхол. Зашли в курган и... Черт! Тут больше некуда идти. И, ребят, вы обязательно должны с собой взять... Что? Вы должны с собой взять древнюю нордскую кирку. Ее вы можете получить у кузнеца в Воронье скале, как только туда попали. Обязательно возьмите, потому что без нее вы просто-напросто не пройдете дальше. Берем ее в руки и начинаем долбить заложи Сталгрима. Между прочим, это уникальный... Вау! Уникальная руда, с помощью которой вы сможете потом улучшить... Улучшить вашу броню. Так, возьму-ка я лучше топор. Черт, помню ощущения, когда я открыл первый раз эту дверь. Ого! Ого, друзья! Вы только посмотрите, сколько тут этого сокровища. Оно просто везде. Оно просто везде огромными кучками. Черт! Черт, как мне не хватало, друзья, этого в ванильном Скайреме. Я постоянно искал, искал, искал такие вот сокровищницы, что заходишь в комнату и везде золото. Но нигде, только Драгон Борни его добавили. Не есть там одна локация, в которой в гробе, по-моему, сокровища разложены. Это единственное место, по-моему, в сосновой заставе. Но здесь, друзья, это просто нечто. Потом мы все соберем, и я вам покажу, сколько за раз вы получите, если у вас будет высокий уровень. Двигаемся дальше и... О, да. О, да. Сразу чувствуем, что сейчас будет босс. Очень крутой босс. Между прочим, это сам Хакнир Печати Смерти. Если мы зайдем к нему, то неплохо так монеток раздобудем. И что это? Это его меч. Кровавая коса. Как только мы ее берем... Сразу готовимся. Сразу готовимся, потому что вот он! Вот он появляется! Ага, как-то сзади. Смерть. Да, теперь будем с ним драться. Он очень круто дамажит. Как только вы немножечко начнете его убить, то появится его команда. И нужно будет всех перебить. Ой, нелегко. Ой, нелегко, друзья, если вы играете на высоких левелах. И придете сюда неподготовленными. Ну что, малыш? Давай! Иди сюда! И последний. Последний решающий удар. Привет, последний был. Все, ребята. Все. Между прочим, вы здесь найдете очень много эктоплазмы, потому что каждый, 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 как говорится, призрак даст нам эктоплазму и еще кое-какие вещи. Но самое ценное, конечно же, у нашего пирата. Здесь мы получаем душитель. Уникальное оружие, но оно только очень круто работает с кровавой косой. Смотрите, заходим в оружие, и мы получили два клинка. Первый, это душитель. Если использовать вместе с кровавой косой, это тот первый меч, который мы взяли, поглощает 15 единиц магии. И может с некоторой вероятности рассечь магическую защиту. Этот меч очень эффективный против магов. Понимаете, что у него есть вероятность полностью убрать защиту, магическую защиту. И все. И вы просто любого мага уничтожите очень быстро. А второй меч, это кровавая коса. Смотрите, если использовать вместе с душителем, то есть в любом случае должны это оружие использовать вместе. Поглощает 15 единиц здоровья. И может с некоторой вероятности ослабить броню урага. Это против, против воинов с хорошей невероятной защитой. Понимаете, это просто уникальное, уникальное оружие. Два оружия и сет и против магов, и против воинов. Так, и теперь, теперь мы это все берем и будем с вами, друзья, пробовать. Сейчас секрет по перкам. Ну, для начала мы соберем это сокровище. У меня 420 монет. И теперь мы с вами соберем все-все-все вот эти вот горки. Горки золота. И посмотрим, сколько же будет на выходе. Мы собрали все. Ну, и теперь заходим. 8 600. Ну, то есть практически 8, 8 тысяч, друзья. 8 тысяч мы нашли в одной комнатке. Нифига себе, какое сокровище. Ну, теперь правильно. Как правильно расположить перки для нашего сета? Для наших оружий. Для наших смертельных этих орудий. Сейчас вам расскажу. Друзья, ну и по перкам. Как вы должны прокачать этот сет? Или как у вас должны быть прокачаны перки, чтобы получить максимальное преимущество? Ну, во-первых, одноручное оружие у вас в любом случае должно быть на соточку. В любом, в любом случае. Двойной атаке с двух рук на 35% быстрее. И качаете силовые атаки с двух рук наносят на 50% больше урона. А там уже в зависимости, как вы прокачаете кровавые косы. Между прочим, для прокачки им нужен, для прокачки им нужен эбонитовый слиток. Вот. Дальше качаем мечник. Удары с мечом на 20% вероятность нанести крит. А крит это плюс 25%. В любом случае качаем рывок или безжалостный удар. И тот, и тот нам очень хорошо помогает. И силовая атака при движении назад парализует противника с вероятностью 25%. Идем дальше. Легкая броня у вас должна быть прокачана на сотню. На сотню, сотню, сотню. И желательно, чтобы все было прокачано. Здесь плюс 20%, 25% к полному комплекту. Вторая кожа, это легкая броня, ничего не весит. Крылья ветра вас запасил, восстанавливается на 50% быстрее. Очень имбовый скилл. Полный комплект еще на 25%. И ловкий боец 10% вероятность полностью избежать рукопашный бой. Вы представляете, 10% вообще, если у вас одет только комплект. Еще, еще очень, очень, очень важный скилл. Это взочарование. Это оружие магическое. И оно тратит свою магию, когда вы бьетесь. Но, друзья, но запомните. Если вы взочарователь, прокачайте до 40 уровня. Экомания душ. Камни душ дают дополнительную магию для перезарядки. И смертные удары по существам, но не по людям, приводят к перезарядке оружия на 5% души жертв. В результате, ваше оружие бьет дольше. Но если вы только по существам. Поверьте, этот скилл с этим оружием работает очень, очень, очень круто. Ну, конечно же, у вас должен быть прокачан кузнец, потому что данная броня, в любом случае, кузнец волшебник. Для того, чтобы вы должны улучшать магические вещи. И запомните, вы должны прокачаться до эбонитовой доспехи. Дальше вам не нужно покачать. Понимаете, когда вы докачаетесь до этого, вы просто будете улучшать на максимальное значение. 585 ваш сет. На максимум, без каких-то либо зелий. Вы просто берете и улучшаете. Кстати, по улучшению данной брони, у меня есть отдельное видео, ссылочка внизу. Так просто, вы не сможете улучшить. Нужно выполнить специальный квест. Да, тут все, тут все очень хитро. Ну что ж, в принципе, в принципе, все. Это самые важные перки, которые вы должны прокачать, если хотите получить максимальное преимущество. Но так, эта броня просто дает уникальную возможность почувствовать себя очень, очень крутым, защищенным. воинам. Ну, легенда есть легенда. Для легенды вы должны качаться просто. Воу, воу, вы используете все вот его чары. Специальный гайд внизу зацените. На этом все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Все, счастья вам и здоровья. Пока, мальчики, девочки. Пока.